Сохраняя прошлое, строим будущее. В городской центральной научной библиотеке презентовали книгу «Иваново помнит». Необычный справочник посвящен памяти жителей области, воинов, интернационалистов, сотрудников правоохранительных органов и участников миротворческих миссий, погибших на поле брани. Нужно сказать, что это еще только самое начало. Мы постарались здесь увековечить в этой книге память всех парней, погибших в Афганистане. Это 68 человек. И также попытались собрать информацию о тех парнях, которые погибли на Северном Кавказе в Первой и Второй Чеченские войны. Порядка ста человек. Книга состоит из биографий героев и небольших исторических и географических статей и пояснений. Все четко, как в энциклопедии, в алфавитном порядке и по разделам. Главная цель публикации – не допустить, чтобы память о людях, отдавших свою жизнь за родину, оказалась стерта со страниц истории. Мне кажется, это в первую очередь важно для сохранения настоящего, потому что книга, в которой собраны пусть и краткие, но такие яркие, при этом драматичные биографии, ребят, которые молодыми со всеми людьми ушли из жизни, отдавая свой воинский долг. Долг той стране, которой они приносили присягу, которой они служили, и делали это без оглядки на свои личные интересы и даже на то самое ценное, что есть у человека – это жизнь. Книга издана при поддержке Всероссийского общества знания, но тираж получился совсем небольшой – всего 200 экземпляров. Поэтому ни выдавать, ни продавать их никому не будут. Мы решили так, что передаем книги в библиотеки, районные, муниципальные библиотеки. Мы не вручаем их чиновникам, мы их даже не передаем в школы. Такой возможности у нас нет, мы передаем их в библиотеки. Книгу можно будет найти во всех муниципальных библиотеках, а сейчас автор работает над продолжением и надеется, что первая публикация поможет активизировать поисковую работу в регионе. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.